самое одно из важных пунктов которые пропустил это конечно же мы свои изменения не закомитили и не запушили на github но сейчас мы разделим на на пополам на пополам эти два то есть у нас по итогу написаны первый тест для elements elements page вот так же сделан base page и он в тест вот в общем нам нужно сделать я предлагаю сделать два комита я буду делать следующим образом я буду каждый ну и вообще рекомендуется любое такое мало-мальски основательное изменение всегда комитить в отдельную ветку все это пушить потому что ну чем тщательнее разделены измененные элементы какого-либо там приложение или наш в случае тестового фреймворка тем легче потом переключаться между этими изменениями если что откатываться назад вот поэтому я ну и вообще когда мы делаем отдельные ветки потом все это мержится с основной веткой и старые ветки старый бранчи удаляются вот я удалить ничего не буду специально чтобы можно было переключаться между версиями и уже после того как ну у меня все же будет готовы и вы будете там можете использовать какие-то конкретные тесты то есть не весь проект например вы не хотите сразу все себе скачивать вы хотите ну по отдельности да может быть скачать себе какой-то один из тестов другие дописать ну в общем у меня будет немного это выглядит по-другому вот ну выбираем комит одно из заданий которые могу вам сказать это вместо того чтобы использовать и д и е для того чтобы делать комиты вы используете командную строку вот это намного более такой серьезный скилл но я для наглядности и для удобства контроля за файлами для экономии времени я буду использовать и дешный гид ну этот функционал так сначала сделан первый комит добавим туда только основное то есть то что не связано с элементами вот пусть это будет requirements конф тест и без пейдж и назовем это тип что-то вроде ну определим что у нас добавлено без пейдж конф тест requirements вот значит это вот добавлен наши там делаем комиты push вот данные комиты push я буду но сразу определю в основную ветку потому что мы такие базовые вещи все у нас здесь все понятно пусть туда как бы отправляется самые первые наши так сказать заготовки окей поехали все дело запушилась вот иначе пушка мид произошел может теперь проверить произошло ли это у нас на самом деле значит открываем github так зайти сначала так ну и вот соответственно видим что у нас requirements тексты конф тест readme pages есть base page все у нас лежит верно здесь никаких проблем наш вот основная ветка мы так возвращаемся сюда все нормально ну и теперь мы то же самое сделаем но только в новую ветку нас еще остались новые файлы как можете заметить и здесь мы напишем этот ваш фреймворк ну или фреймворк которым не будет никто пользоваться то вы можете максимально своевольно все называть но если это работа в команде то обычно в команде существуют некие принципы по которым вот это все под дело происходит ну некие правила бывает без правил вот такая комит и пуш и здесь у нас вот здесь отмечена ветка main и я допустим ее из меню на у нас меня будет здесь вот элемент бранч элемент 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 бранч вот это следующий тест который нам нужно сделать то есть у нас уже сделаны текстбокс теперь мы переходим к чекбоксу и опять таки что первое что нам нужно это сделать такой костяк необходимых данных нашем случае это что так давайте вот все вообще закроем чтобы она ничего не мешало так вот закрыли открыли снова первое это элемент тест соответственно у нас новый класс класс тест чек бокс обязательно это дело ну и здесь у нас будет как бы что у нас тест ну как вы я думаю понимаете тест должен заключаться в том что у нас выбираются элементы и именно те элементы которые мы кликнули они должны появляться в 10 ух и все лектор то есть все что мы выбрали должно быть отражено здесь вот поэтому достаточно тоже такой интересный но к счастью простой тест то есть получается у нас тест чекбокс здесь соответственно также драйвер я предугадываю пред предпридумываю тот факт что у меня будет класс называться чекбокс пейдж поэтому можно сразу здесь писать смело чекбокс пейдж то равно чекбокс пейдж ну пока у нас конечно же нету этого класса поэтому здесь ошибочка вот ну мы значит копируем ссылку здесь ссылки я соответственно тоже всегда указываю конкретные то есть я не делаю не создаю какой-то конфиг или там переменную где у меня будут вытягиваться ссылки хотя можно было бы сделать конфиг засунуть на все 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 эти ссылки или придумать там тему чтобы они по тайтлу там добавлялись ну короче как то тоже можно этот процесс наверное автоматизировать вот но мне лично я не считаю что это достаточно важная затея чекбокс пейдж конечно же пока есть ничего нет но open у нас будет обязательно потому что мы будем наследоваться вот поэтому далее то есть здесь немножечко мы начали костяк такой соорудили далее далее мы обращаемся к элемент пейдж нам нужен здесь как раз таки создаем чек бокс пейдж наследуемся от бэйс пейдж локатор 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 с и тут у нас будет чек бокс пейдж локатор с локатор с достаточно такая ну относительно кропотливая но по большей части конечно не очень веселая работа мы здесь что-то копируем что-то вставляем потому что по своей структуре все в принципе более-менее становится одинаково даже ну если уж так вот прям грубо говорить вы можете прям взять выключить видео вы увидели что у меня какие проверки какие тесты и сами вот это писать 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 но интерес как раз таки заключается в том что у нас тесты разнообразные и подходы к ним ну где-то меняется где-то нет но так или иначе вместе я и вы и мы все вместе можем прекрасно соорудить себе такой первый некий некая портфолио которым потом сможете его сделать идеальным под себя под нужды под ваш вкус под нужды работодателя и прекрасным образом иметь у себя в портфолио данный такой мини-фреймворк локаторы значит здесь нам нужно импортировать все это дело далее здесь тоже нам нужно импортировать вот все у нас здесь добавилось тут добавилось и конечно же следующий пункт какой у нас следующий пункт у нас это сделать добавить локаторы необходимые локаторов тут в принципе не то чтобы прям много но надо понимать значит смотрите так что нам нужно во-первых давайте откроем нашу замечательную панельку devtools devtools и посмотрим то есть так посмотрим вот значит экспент all button далее у нас collapse all то есть кнопки которые позволяют раскрыть все закрыть все все весь наш каталог древовидный далее у нас есть что нам нужно нам нужно элементы элемент ну в частности чекбоксы это раз а во-вторых span с названием с title то есть смотрите что что нам что нам нужно каким образом мы должны вот ввести данный диалог с этим тестом мы в итоге поначалу мы видим перед собой тест первое что нам нужно понять что нам нужно сделать чекбокс чекбокс понятно значит нам нужно кликать на каталоге опа нажали и тут появился текст так убираем смотрим еще раз откроем каталог побольше вот я выбираю например десктоп и там десктоп notice commons раскрывая десктоп да действительно тут есть notice commons и о чем это говорит это говорит что каждый элемент который мы выбираем у нас отображается внизу с надписью you have selected то есть вы выбрали следующие папки и я считаю что для того чтобы у нас произошла позитивная проверка нам необходимо выделить какие-то папочки и проверить появились ли они здесь как выбранные вот чтобы у нас то есть и те папочки которые мы выбрали они оказались выбранными соответственно нет нет необходимости открывать вот это все по одному мы просто берем и открываем весь список сразу мы открыли этот весь список и тут уже прокликаем то что нам нужно и отметим файлы которые мы выбрали и которые отмечены как выбраны ну короче все это должно провериться и еще раз что нам для этого нужно в первую очередь нам нужна кнопка которая открывает весь список это будет вот это вот наша вот эта вот кнопочка называется она у нас expand all то есть раскрыть все что мы здесь видим area label title type button ну давайте пойдем более в таком простом пути у нас во-первых это button как всегда я выбираю свой любимый css selector button и у нас там отмечен title title expand expand all и смотрим что button с title expand all в единственном экземпляре то есть вот он у нас один единственный замечательный прекрасный есть поэтому не будем долго здесь мудрить и как раз таки выберем этот наш прекрасный expand вот как всегда мы нашу константу нашу постоянную переменную точнее переменной она уже не может быть в общем таки константу expand button это здесь наш классический вариант такой вот ну ладно здесь нам нужны наверное двойные вот такой вот у нас вариант получился это будет наша кнопочка экспорт button далее нам нужен список айтемов потом список чекбоксов ну соответственно вот список вот всех вот этих вот имен список вот этих вот всех чекбоксов обратите внимание на вот здесь на атрибут класс и посмотрите на вот эту вот часть что с ней происходит когда я кликаю чек происходит чек и он чек чек и он чек чек то есть таким способом мы видим что при когда у нас чекается и ставится галочка у нас становится класс айкон чек когда мы убираем галочку получается он чек то есть таким образом благодаря этому изменяющемуся такому параметру мы можем определять кнопочка кликнута или не кликнута и поэтому у нас здесь как раз таки будет как бы не кликнуты и нам не особо нужны нам в большей степени нужны те элементы где у нас есть клик вот поэтому далее мы ну это так я постепенно сначала давайте определимся то есть у нас вот здесь текст он выглядит следующим образом и нам мы будем брать списком нам здесь уникальные как бы не нужно здесь мы посмотрим следующим образом то есть у нас будет span с классом где у нас класс с классом rc title это вот мы видим что их 17 что их 17 смотрим что это это все наши лишних нет только да соответственно у нас 17 title отлично у нас 17 title и можно это дело использовать обращаю внимание что это будет лист то есть список то есть а это лист а этом лист и то есть здесь будет сразу много элементов и мы будем их использовать ну как бы сложности здесь никаких не возникает это мы здесь будем работать в цикл